Может не выдержать, аномально теплая погода отразилась на толщине льда. На малых реках в районах губернии она составляет примерно 20 сантиметров, на Волге еще меньше. Специалисты МЧС уже сейчас говорят, народная традиция залезть в прорубь на крещении может обернуться трагедией. На реке Волга наблюдается ледостав с торосами, толщина льда составляет не более 15 сантиметров. В связи со сложившейся обстановкой, Дмитрий Игоревич, считаю необходимым запретить купание на открытых водоемах в дни празднования крещения Господня. Подготовку к празднику обсуждают на оперативном совещании в областном правительстве. До крещения его отмечают 19 января еще чуть больше недели. Однако уже понятно, окрепнуть лед не успеет. Безопасность в первую очередь, поэтому ваша оценка ситуации ясна. Прогноз, я смотрю, тоже у нас около нуля. Рассчитывать на то, что будет прочный, надежный лед не приходится. Поэтому решение надо принимать. Главам муниципальных образований, естественно, вместе с епархиями отработать места крещенских купаний. Это можно и в церквях, естественно, проводить и так далее, и так далее. Купели при храмах будут организованы по всей области. Точный перечень будет известен на следующей неделе. При этом купание – это все же больше народная традиция. Главное, говорят священнослужители, в этот праздничный день прийти в церковь. Люди, когда купаются, говорят, ну, Господь отпускает грехи. Грехи отпускаются в таинстве исповеди и покаяния. А уже омовление в купели – это уже благочестивая традиция. В первую очередь необходимо побывать на службе, на богослужении, а уж потом набрать водички, если есть возможность и желание здоровья искупаться. Это можно сделать при храмах, где организованы купели. Купели при храмах будут освящены. Считается, что 18 и 19 января вода обладает особыми целительными свойствами. Ольга Павловская, Андрей Авдеев, Владимир Терентьев. Новости губернии. 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 Новости губер